Открылась лавка у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем золото в Архейдж. Интересует? Напиши нам в ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем приветик! Вот такого малипусика сегодня я себе завела в дом. Сделать себе такого же зверёныша можно благодаря замурчательному фестивалю, который Mail.ru сегодня запустили на всех серверах. Но это только первый маленький бонус. Давайте я вам сейчас расскажу, что вообще нужно делать. Для начала мы портуемся в Саванну. Здесь фестиваль, никто никого не сможет атаковать, поэтому все гуляют, наслаждаются и выбирают зверёныши. Есть здесь доступно три квеста. В отличие от хиловинского ивента, здесь в принципе, в общем-то, можно считать, нечего делать. Первое задание, которое нам даётся, нам нужно обзавестись питомцем. Один раз вообще за весь фестиваль можно пообщаться с мужичком, который ходит с коровой вокруг территории. Мы как бы выслушали его историю, он нам что-то рассказал и за это дал три жетончика. Второе задание можно получить у девочки слева от этого поселения, но она всего лишь нас отправит к центральному дядьке, который просто даст нам тысячу опыта, никаких жетонов за это не дают. А чтобы получить третье задание, нам нужно выполнить первое. У нас стоят шатры. Под двумя из этих шатров мы можем найти питомцев. Маленькие коробочки с маленькими зверятами. В первом котята и волчонок. Во втором оленёнок, ята и тоже котята. Вот как видите, вот эти крохотулечки, сиамский, чёрненький. Ну, конечно же, чёрненький. Вот тут у нас крохотный чёрный котёнок. И его нам нужно сдать НПС. После того, как мы его сдаём, нам дают очередное задание. И, конечно же, жетоны. Куда фестиваль без жетонов? За эти жетоны я потом покажу, что можно приобрести. Нам дали маленького детёныша и лекарства. Теперь по старой-старой старинке выращиваем этого зверёнка. Ой, какой крохотный. Боже, не раздавить бы его. Это ж надо было так придумать, такую крохотулечку, как цыплёнок, реально. Точно, что крохотный. Рассмотрели, покормили, поиграли. Зверёныши эти выращиваются так же, как и простые ездовые, либо боевые. Четыре действия. Мы что-то с ними делаем. Потом он заболеет. Его надо будет вылечить. Ну и как бы всё. Потом забираем. Честно говоря, это просто реально замурчательно умилительный ивент. Опа, как я танцую. Ох, круто. Это просто, наверное, первый ивент, который вызывает столько умиления вот этими маленькими зверьками. Хотя, наверное, кто-то со мной поспорит. Знаю, что люди не все восхищаются этими зверями. Есть такие, которым это кажется немножко противно. Ивна, чего-то там, в общем, всякие разные эмоции. Итак, у нас теперь на руках синий зверёныш. Что мы с ним? Его можно поставить только в домике. В домик я слетаю под самый конец. Давайте посмотрим, что у нас в ассортименте вот в этом станке. Самое первое, это у нас пластмассовые игрушки. Точнее, деревянные игрушки. Я так понимаю, рандомно можно достать одну из списка. И дальше игровой столбик для котёнка. Кстати, хочу заметить, что здесь не написано, что вещи персональные. То есть, возможно, они будут передаваться. Но пока мы не купим, пока не попробуем передать, этого не узнать. Вот корзинки, значок, это титул почётный. Слово такое, фможж. И поводок. Если я правильно поняла, благодаря этому поводку, котика, либо собачку, либо оленёнка, ну, в общем, зверёныша, которого мы выберем, можно будет выгуливать. Есть временный поводок, а есть постоянный. Поводок тоже, видите, не написано, что он персональный. Возможно, будет передаваться. Посмотрим. А это у нас для тех, кто проспал. Жетоны летнего фестиваля можно обменять на жетоны вот нынешнего фестиваля, мурчательного этого фестиваля. Фможж. Поэтому, если вдруг у вас завалялись, у вас есть шанс получить плюс один жетончик. Также, кстати, есть достижения, и в этих достижениях мы можем получить дополнительные жетоны. Опять же, за один день, выполняя вот эти элементарные квесты, мы получаем маленького котёнка, котёнка, любого зверёнка, какого выберите, и мы получаем 4 жетона. Как видели, для одной играбельной коробочки нам нужно 30. Вот и считаем, сколько дней нам нужно, чтобы заработать такую красоту. Как написано в описании, котёнка можно посадить на любую крупную мебель, либо, естественно, на полу. Ну, я, наверное, его на подоконник посажу. Котики любят смотреть в окошко, играться там с мухами, наблюдать за птичками, поэтому ему будет интересно. С нашим маленьким и красивеньким зверёнышем можно поиграть. Вот, смотрите. Сейчас. Вот. Действие. Выбрать для зверя игрушку. Для каждого зверя свой список. Вот, к примеру, одним персонажем я выбрала волчонка, и там были, по-моему, завтрак тролля, 50 кожи тиснёной и ещё что-то. А у котёнка, видите, перья, бумага, поэтому прям так заготовиться, предугадать нельзя. Не дешёвое удовольствие, скажу вам, но дело такое, ради эксперимента можно и потратиться. Вот мы выдаём первую игрушку, и котик становится немножко веселее. Как я поняла, когда мы раздаём ему вот такие игрушечки, есть шанс, что котёнок вырастет. То ли поменяется в цвете, то есть станет грейдом немножко повыше, то ли станет немножко больше. В конечном счёте, он же не будет постоянно таким крохой. Он немножечко должен быть крупнее, иначе его совсем не будет видно, и он будет путаться под ногами. Ну, пока это первый день, это первый зверёныш у меня, я думаю, что за всё время ивента я ещё себя обзаведу разными собачками, ядами. Вот, а потом посмотрим, какое именно украшение можно выбрать. Точнее, не украшение, а площадка для игры зверёныша. Для тех, кто не очень представляет, как это будет выглядеть, в том же месте, где у нас фестиваль, под теми же шатрами, где у нас маленькие котята продаются, чуть-чуть правее, там есть образцы. Поэтому вы можете посмотреть, выбрать под цвет дома, по размеру, по интерьеру, под вашего зверя, выбрать красивый уголочек для игр. Как и в жутковинском фестивале, здесь есть тоже ивенты, которые зависят от времени. То есть, в 00 по московскому времени, в 14 и в 19, мы можем поучаствовать в событии возвращения в лоно природы. К сожалению, я его не застала. Увы, рейды, плюс тут заботы. И в первый день я пролетела. Выполнить это можно задание все три раза. Если вовремя вы подойдёте в нужное место, вы сможете принять участие все три раза в день. Кто побывал, расскажите, что там, чем это событие интересно и что там нужно делать. Буду вам очень признательна. Этот фестиваль продлится до 10 декабря. Спешите поучаствовать и обзавестись милыми няшечками. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и заходите в группу ВКонтакте. Оставляйте ваши комментарии, пожелания. Пишите нам просто в группе, пообщаемся. Всем приятной и весёлой игры и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!